Об огромных очередях на паромной переправе в Керчи слышал каждый. Люди рассказывают, что добираться до Краснодарского края можно около суток. Обратно и того больше. Проверить это на своем примере решили наши корреспонденты и отправились в порт Крым. О реальной работе паромной переправы в нашем следующем видеоматериале. Определить, что паромная переправа уже рядом, оказалось просто. Чем ближе мы к ней подъезжали, тем большим становился поток машин. Когда мы наконец добрались до морского вокзала, парковщик сразу же выдал посадочный талон и отправил автомобиль в один из рядов для погрузки на паром. А пока очередь продвигается к воротам, наша съемочная группа идет к кассам за билетами. Тут и начинается самое интересное. К каждому окну тут стоят не меньше 30 человек. Уставшие и злые. Оказывается, желающие попасть в Краснодарский край ждут здесь уже достаточно долго. Самое минимальное время, которое назвали люди – три часа. Ну вот я стоял пять часов. Это если на автомобиле? Да, ну мне сказали, повезло нам, быстро проехали. В ночь приехали, простояли, один паром ходил. Только с утра начали четыре ходить. Ну, паромной дороги вообще нет. По телевизору мы в Индии работаем. По телевизору говорили, что паромная дорога, чуть ли не пять этих самых, брешут. Но это очередь для тех, кто переправляется на автомобили. Кассы для людей без транспортных средств оказались почти пустыми не больше трех человек к одному окну. Так что мы решили сэкономить время и почти 1200 рублей на своей машине. 10 минут указ, еще около 15 на погрузку и в путь. Вот мы и отчалили от Крымского берега, поэтому можно подвести некоторые предварительные итоги. На один обычный паром помещается около 30 автомобилей. В порте Крым в очереди их стоит около 100. Учитывая, что паром движется раз в час, прождать можно достаточно долго. Поэтому мы решили бросить нашу машину и отправились простыми пассажирами. Процедура оформления билетов и погрузки заняла около 40 минут. Посмотрим, что будет на той стороне. А пока плыл наш паром, мы успели познакомиться с одним из пассажиров. Зовут его Андрей, он путешествует в Крым и обратно раз в неделю. Говорит, что мы не прогадали, оставив машину на полуострове. Иначе в порту Кавказ наша съемочная группа могла застрять надолго. Андрей сам переправляется без транспорта, а по России ездит на такси. Тяжело просто проходит. С машиной сложно. Цены тоже смешные, вкусающиеся. Туда-обратно, вот тебе уже шесть косарей, как говорится, улетело. Сколько вы там приблизительно теряете времени? Ну, смотря когда как. Когда 7 часов, когда 8, когда 12, когда 18. А пробовали за деньги куда-нибудь скачать? Бесполезно. Не берут денег. Около получаса по морю и мы на другом берегу. Чтобы подстраховаться, билеты обратно лучше купить сразу. Очередь здесь действительно больше, чем из Крыма. Да и люди ждут гораздо дольше. Мы стоим с 10 утра. То есть это приблизительно в среднем сколько так? 5-6. На сколько сейчас? Так, 2, 3, 4 часа. Билеты мы приобрели минут за 20. Ожидая паром, осматриваем территорию порта Кавказ. И сразу же становится понятно, почему попасть на судно так сложно. Это автомобильная колонна на плавсредство. А это ее продолжение. То, что мы увидели в Крыму и очередью-то назвать нельзя по сравнению с тем, что творится в Краснодарском крае. Мы отошли от морского порта приблизительно на 2 километра. А колонна автомобилей все не заканчивается. Слухи подтверждаются. Для того, чтобы перебраться на полуостров, действительно можно потратить до суток. Причем автомобилисты рассказывают, что это не предел. Для многих прождать 3, 4 или даже 5 часов – это не только норма, но и на удивление мало. Мы из Москвы. Мы привыкли стоять в пробках. Для нас это мелочь. А вообще сколько здесь уже ждаете? Я в Москву ездила с ребенком. 10 километров. Я эти 10 километров по 6 часов могу ехать. А здесь мы отстояли 3 часа. Всего на переправе работает 4 парома. Два государственных и два частных. Причем больше всего мест для автомобилей именно на последних. Например, греческое судно может взять на борт около 120 легковушек. Но проблема в том, что оно плавает непостоянно. Например, днем паром может отработать 12 часов, а ночью встать. Вот и собираются огромные автоколонны. Правда, пока что ситуация стабилизировалась. Все плавстредства переправляют пассажиров круглосуточно. Обо всем этом нам уже на обратном пути рассказал Владимир Архальский, капитан парома «Керченский-2». Причем, по его мнению, увеличивать число плавстредств не имеет смысла. Порты старые и маленькие. Паромы не разминутся и чаще ходить все равно не смогут. Причальных линий нет, не хватает причалов. Поэтому тут хоть десяток паромов еще поставь новых. Они не обеспечат перевозку этого автотранспорта, этого огромного вала транспорта. Не обеспечат. Потому что маленькие порты, расстояние маленькое и все, скучность такая. Движение по каналу, несколько тут фарватеров. Все это накладывается. Так что проблемы с очередями действительно есть. И если сейчас большинство пассажиров стремятся попасть в Крым, то в конце лета они будут возвращаться обратно. И огромные автоколонны появятся уже на полуострове. Разгрузить переправу поможет мост через Керченский пролив. Его строительство как туристы, так и крымчане ждут с нетерпением. Александр Губарев, Андрей Трещук. Время новостей.